Уважаемые коллеги, добро пожаловать на нашу заключительную вводную лекцию. Наконец-таки мы переходим к масс-спектрометрической визуализации. И понятно, что если мы делали тотальное выделение из нашего объекта интереса, ну например, нас интересуют разные линии семян с разным набором различных биологически активных веществ, флавоноидов, ну и в том числе, например, окрашенных антоцианов, с которыми удобно в качестве примера разбираться, то вот эта разница в составе. Здесь приведены хроматограммы полного ионного тока для различных линий ржи. Как вы видите, есть некая корреляция со цветом зерна, естественно. Но понятно, что вот эти вещества, которые мы нашли, мы не можем точно сказать, где они локализованы. С антоцианами, в принципе, можем заняться микроскопией, понятно, что они окрашены, есть методы, которые позволят нам их увидеть, с некоторыми проантоцианидинами, станинами. Ну, в принципе, тоже есть несколько методов, та же самая ДМАК или ванилиновые методы, еще какие-то. Но, к сожалению, не для всех веществ мы можем сделать локализацию при помощи какой-либо качественной реакции и дальнейшей микроскопии. Некоторые вещества могут быть водорастворимы, те же самые антоцианы, то есть, если бы не были покрашены, с ним было в этом отношении, конечно, очень сложно работать. Некоторые вещества не имеют возможности, ну, опять же, собственной окраски тоже. И поэтому, для того, чтобы вы могли теперь сказать, вот эти различия, которые мы наблюдаем, в какой части зерна они содержатся. Для зерна понятно, почему это может быть важно. Если мы хотим потом использовать его для различных значений, то вопрос, останутся ли эти вещества после того, как мы будем использовать его при приготовлении каких-нибудь продуктов. И если они находятся в внешнем слое, который в дальнейшем будет от зерна отделен, то понятно, что эти вещества в муке, скажем, у нас не останутся. Отсюда интерес для, в общем-то, как прикладной, так и в метальной науке разобраться, где вот эти вещества, которые мы увидели различающимися, находятся. И, собственно говоря, наша изоляционная масс-спектрометрия как раз и позволит ответить на этот вопрос. Идея изоляционной масс-спектрометрии очень простая. Давайте мы попробуем получить, пускай это будет, скажем, препарат, пускай это будет срез, масс-спектр для каждой точки нашего препарата. Если мы сможем получить более-менее приличный спектр, если точка будет достаточно маленькая, то дальше, получив достаточно большое количество данных, с которыми дальше придется работать, мы получим массив таких спектров. И, в принципе, можем сказать, а мы хотим теперь посмотреть все точки, у которых имеется вот такая масса. Или вот такая масса. Или дальнейшая статическая обработка. Например, мы хотим посмотреть, о чем у нас различаются некоторые участки препарата. Какие пики на одном из участков препарата есть, на другом нет. То есть, в принципе, это данные, с которыми можно работать совершенно по-разному. Вплоть до, при необходимости, например, классификации тканей, до анализа отдельных метаболитов, если они хорошо ионизируются. Но возникает, конечно, несколько проблем, с которыми нужно будет разобраться. Во-первых, те методы ионизации, о которых мы только что говорили на предыдущих лекциях. Для газовой хроматографии это у нас был электронный удар. Здесь совсем все будет сложно. Для жидкостной хроматографии у нас был электроспрей ионизация. Ну и понятно, что так мы имеем дело с твердым препаратом. Напрямую использовать электроспрей ионизацию не очень возможно. Хотя мы поговорим об одном методе, который является гибридом электроспрей ионизации и возможности получения нескольких точек. Но наиболее сильно распространенным и наиболее используемым методом является метод MALDI визуализации. Это еще один способ ионизации, о котором мы пока с вами не говорили. И давайте его с вами рассмотрим. Если мы поместим наш препарат в вакуум и будем освещать его достаточно мощным источником света, лазером, импульсным, если в этом препарате у нас окажутся вещества, которые могут поглощать на этой линии волны, пускай это будет, скажем, лазер азотный, в ультрафиолете у него будет излучение. И так как он импульсный, то, несмотря на то, что средняя его мощность будет не очень высокая, в момент, когда он будет срабатывать, мощность его будет очень велика. И в принципе, что произойдет тогда в вакууме с нашим веществом, которое способно поглощать такую длину волны. Естественно, так как нет кислорода, то окислиться, загореться оно не может, но за счет температуры будет происходить десорбция. То есть первый этап, это вещество просто будет оказываться в вакууме. Ну и второе. Если это вещество будет обладать определенными свойствами, может быть либо донором, либо акцептором протона, то это вещество может передать другим веществам, которые вместе с ним оказались в вакууме, этот самый протон. Или отнять протон от этого вещества. Таким образом, у нас получится вещество в вакууме с зарядом, с которым мы можем уже манипулировать либо электрическим, либо магнитным полем. То есть такое вещество, конечно, может и само присутствовать в наших тканях, но это достаточно маловероятно. Но мы можем добавить такое вещество, которое будет поглощать ультрафиолетовый свет, будет вызывать десорбцию и будет способно передать нашему монолиту заряд, назовем его матрицей, сами. Таких веществ достаточно много, немножко подробнее мы о них еще с вами поговорим. Ну и если мы будем теперь с вами работать с, скажем, каким-либо масспектометрическим анализатором, то нам наиболее удобны те анализаторы, которые могут работать в импульсном режиме. Ведь у нас будут генерироваться ионы не всегда, а только в момент подачи вот этого ультрафиолетового, здесь ошибка, конечно, ультрафиолетового лазера. И только в этот момент будет происходить десорбция и ионизация наших аналитов. Ну и соответственно нам бы хорошо, чтобы прибор мог же также в импульсном режиме все это получать. Поэтому достаточно часто с Maldi-имиджингом, с Maldi-визуализацией используется времяпролетный прибор, потому что действительно он работает в импульсном режиме, нам нужно некое время T0, от которого мы дальше отчитываем через сколько наши аналиты достигнуты детектора. Ну и соответственно время это и есть коррелирует определенным образом с соотношением массы к заряду. То есть мы можем дальше это перевести уже в MZ. Однако у времяпролетного масс-спектрометра есть несколько, ну скажем так, неприятных особенностей, которые могут нам для имиджинга быть не очень удобными. Если схема расположения препарата нашего анализатора и детектора такая, как произведена на рисунке, то согласитесь, в зависимости от того, где окажется вот это вот облачко ионизированных ионов в момент включения, пускай мы в положительном режиме работаем здесь, отрицательного инического поля, то и скорость будет приобретена немножечко разной, потому что поле у нас имеет некий градиент, где-то он больше, где-то он меньше, и соответственно в зависимости от положения у нас будет некоторый разброс наших этих ионов и скоростей. И более того, ведь вот такую разницу положения мы можем очень легко сами сделать. Например, если у нас будет препарат чуть толще, он будет располагаться ближе к нашему источнику, то соответственно и эта облачко ионов у нас тоже будет ближе. И времена, которые мы получим, будут отличаться. То есть проблема вот именно такого подхода напрямую в том, что массы у нас могут немножечко меняться и нам нужно либо добавлять что-то на препарат, в данном случае у нас есть, кстати, матрица, которая, как мы дальше увидим, тоже будет у нас, естественно, видна. И в принципе можем использовать это как некий опорный масс, чтобы потом пересчитать, насколько нужно сдвинуть. Либо в некоторых случаях вводить в наш препарат внутренний стандарт. Кроме времен пролетных, в этом режиме еще используются масс-спектрометры с Фурье преобразованием, орбитрепы. Но это, наверное, наиболее часто то, что может использоваться. Немножко подробнее давайте тогда остановимся на проблемах, которые у нас есть. Первую проблему мы с вами рассмотрели. Это то, что толщина препарата, которая у нас имеет место быть, различающаяся, она, к сожалению, будет нам влиять немножечко на калибровку. И поэтому для разных точек у нас калибровка будет немножечко меняться. Есть способы, как от этого можно уйти. В новых масс-спектрометрах, например, перед тем, как использовать вот этот участок разделения, может быть поставлена, например, ионная ловушка, и тогда все равно все ионы начинают с одной какой-то начальной точки, с некого Х0, ну и, соответственно, тогда проблема толщины препарата у нас не так важна. Но, к сожалению, большинство приборов, которые сейчас имеются в наличии, они старого образца. Следующая проблема, которая у нас есть. Ведь для того, чтобы такая ионизация могла работать, нам необходимо, чтобы образец находился в вакууме. И если у нас есть вещества, которые на нашем препарате являются летучими и могут сами сублимировать под вакуумом, либо если матрица у нас не очень удачная, и она будет сублимировать под вакуумом, то с таким препаратом нам работать не очень хорошо будет, потому что просто либо вещество, либо матрица потеряется, они должны быть устойчивы. Так что с какими-то очень летучими веществами здесь может быть проблема. Следующее. Это сама по себе матрица. Некое вещество, мы уже говорили, что оно должно поглощать в ультрафиолете, что оно должно обеспечивать десорбцию нашего аналита. Ну и дальше в газовой фазе уже непосредственно передачу протона, либо получение, либо, соответственно, оно должно передавать протон, чтобы наш аналит получил заряд. Естественно, так как мы это вещество добавляем, то здесь, возможно, мы увидим фрагменты самого этого вещества. Не все оно будет передавать протоны. Некоторые на ней останутся или передадут самим ее себе, и, соответственно, мы увидим фрагменты. Кроме того, возможно образование кластеров и аддуктов. Например, может быть у нас две массы нашей матрицы с положительным зарядом мы в спектре можем увидеть. Или мы можем увидеть, пускай у нас будет матрица DHB, и, соответственно, может быть минус, скажем, водород или плюс водород, ну и плюс наша масса. То есть получается, что мы несколько усложняем наш спектр при этом. Особенно это касается, конечно, малых масс, потому что, в принципе, эта матрица – это тоже некое органическое вещество с небольшой массой. Отсюда же вытекает третья проблема – это то, что препарат у нас никак не очищен изначально. И он содержит в себе не только вещества, которые нас интересуют, но и также натрий, калий, другие вещества. Вещества, которые могут подавлять ионизацию, вещества, которые могут, наоборот, лучше гораздо ионизироваться, чем все остальное. Поэтому здесь, конечно, нужно подумать о том, какой класс веществ мы хотим увидеть. И дальше можно будет использовать либо различные матрицы, либо варианты подготовки препарата, которые позволят какие-то группы веществ увидеть лучше, чем другие. Осталось две проблемы. Проблема под номером 5 – это то, что интенсивность сигнала у нас будет сильно различаться от точки к точке. Где-то у нас чуть-чуть больше матрицы оказалось. Пускай мы ее нарисуем здесь. Здесь много сигнала. Где-то у нас матрицы практически нету, например. И где-то она хорошо перемешана с аналитом, где-то она не очень хорошо перемешана с аналитом. То есть, если мы возьмем просто два спектра, которые мы получили от двух точек, то даже если концентрация аналит у нас совершенно одинакова, интенсивность этих спектров может очень сильно различаться. И в связи с этим нам нужен какой-то способ нормализации получаемых спектров для дальнейшей работы, чтобы мы могли их сравнивать. Ну и отсюда понятен вывод, что здесь, по-моему, только некие полуколичественные исследования, абсолютной количественности в МАЛДе ионизации, к сожалению, мы получить не сможем. Ну и последнее, что у нас осталось, то, что если мы один раз нанесли на наш препарат матрицу, и наш аналит с этой матрицы перемешался, мы, например, наш препарат сняли, то не факт, что нам хватит на вторую съемку этого препарата, или на третью, четвертую и так далее. Во многих случаях, в принципе, весь аналит с нашего препарата, уже перемешанный с матрицей, мы заодно сканирование уберем. У нас не будет возможности этот же препарат исследовать этим же методом повторно. Ну, наверное, это основные ограничения, о которых стоит поговорить. Давайте немножко обратим внимание на матрицы. Что это за группа веществ? Ну, как вы видите, вещества практически все содержат ароматическое кольцо. В определенных положениях имеются группы, которые позволяют, во-первых, поглощать этому веществу на линии волны нашего лазера, и за счет чего оно будет нагреваться, проходить десорбция. А во-вторых, у нас есть группы и, соответственно, возможности этого вещества либо передавать протон, либо, в случае других групп, отбирать протон у нашего аналита. То есть, два процесса. Первое – поглощение кванта, свет определенной длины волны, десорбция. И после этого уже в газовой фазе обмен. После чего у нас оказывается в идеале только заряженный аналит, но на самом деле оказывается некоторое количество еще и матриц тоже с зарядом, которые мы с вами дальше увидим. Как вы видите, по сумму составу вещества достаточно разнообразные. И кроме вот таких органических матриц, последние лет 5-6, активно используются так называемые наночастицы. Это могут быть фуллерены, это может быть оксид графена, это может быть оксид титана. Ну, в метаболомике, конечно, в основном используются 4 матрицы, о которых мы с вами поговорим. И один большой плюс – малодионизация для малых молекул. Они практически все будут у нас однозарядные. То есть, нам не нужно будет искать многозарядные ионы, они возможны только для каких-то веществ, которые в очень большом количестве содержатся. Ну, в общем, в основном это будет, конечно, однозарядные. Матрицы. Наиболее часто используемых матриц, на самом деле, я бы назвал две. Это гидроксикоричная, альфациановая и гидроксибензойная кислоты. В принципе, выбор матрицы под ваше вещество – это такая немножко творческая задача. Конечно, есть некоторые вещи, которые понятны. Ну, например, диамин и нафталин лучше работать будут при отрицательной ионизации. И, соответственно, если вас будут интересовать липиды, то диамин и нафталин для липидов наиболее хороший выбор, например. Для некоторых групп липид, которые содержат в себе какую-нибудь группу с серой, тогда лучше, например, аминокредин. И тоже в отрицательном режиме он будет наиболее хорошо работать. Для большинства аналитов, с которыми мы работаем, например, флавоноиды, те же самые, антоцианы, лучше всего будет бензойная кислота. Ну, в принципе, еще оксид графена тоже неплохо, но не всегда с ним можно работать. И вот две матрицы, которые очень похожи друг на друга, МТБ и гидроксикоричная. МТБ менее чувствительна к загрязнению препарата, к каким-нибудь сурфактантам, к чему-нибудь, что мешает ионизироваться. То есть, если у вас, например, на препарате есть что-нибудь, не знаю, даже тот же самый СДС или еще что-то осталось, то МТБ будет работать гораздо лучше. А гидроксикоричная, она очень хорошо, если вас будут интересовать короткие пептиды, ну, соответственно, короткие пептиды позволяет ионизировать. Таким образом, выбор у нас, в принципе, из матриц большой, но основные, которые применяются, это вот этот вот набор. В зависимости от того, работаете ли вы с липидами, и тогда, соответственно, у вас выбор очевиден. Работаете ли вы с липидами, в которых есть сера, работаете ли вы с сахарами-флавоноидами, работаете ли вы с веществами, которые с другими матрицами плохо изучать, в связи с тем, что там появляются, например, фрагменты, ну, или совершенно стандартный подход, который у нас остается. Давайте посмотрим на препарат, на который не нанесено ничего, кроме матриц, и который мы ионизируем при помощи малодионизации. Мы здесь будем использовать с вами несколько матриц. Наш ДХБ, наша альфа-циановая матрица, и еще одна матрица, которая как раз хороша для липидов, содержащих серу, аминокридин. Как видите, несмотря на то, что у нас нет никакого вещества, мы с вами все-таки наблюдаем некий спектр. Это спектр самих матриц. И, к сожалению, в низком диапазоне масс, здесь у нас 1000 дольтон, здесь у нас 1500 дольтон, здесь, соответственно, у нас пускай будет 200 дольтон. Мы с вами говорили о том, что метаболиты это у нас от 50 дольтон до 1500 дольтон в среднем. И, к сожалению, при этом методе ионизации очень большое количество фрагментов этих же молекул, матриц, которые мы используем, будет оказываться в спектре. К счастью, если у вас она лита достаточно много, то фрагментов самой матрицы будет меньше. То есть матрица, она будет в основном в тех местах, где больше ничего не ионизируется, хорошо видна. И, в принципе, можно посчитать, какие именно пики будут принадлежать к самой матрице и ее кластерам, и убрать их из получающегося спектра. Одна из формул, которая была приведена в достаточно давней публикации, выглядит вот таким образом. У нас могут быть, может быть, наша матрица либо с водородом, либо с калием, либо с натрием, либо с какой-то комбинацией. Но, как было показано в более поздней публикации, есть еще один процесс, при котором, в принципе, может теряться один протон, и тогда нужно массы, которые можно получить по этой формуле, добавить еще массами вот такими, которые отличаются на вес одного протона. Конечно же, для того, чтобы все это можно было сделать, есть программы, которые могут автоматически, особенно уже для имиджинга оптимизированные, для определенных матриц убирать пики. Давайте теперь посмотрим на спектр, который получен уже с определенным веществом, которое нас может интересовать из группы флавоноидов. И на этом спектре вещества, на самом деле, у нас очень мало, матрицы достаточно много. Мы можем увидеть некоторое количество масс, относящихся непосредственно к нашей матрице. И остальные пики могут относиться как к нашему веществу, так и для флавоноидов есть вот такая неприятность. Очень часто оказывается, что масса у нас сильно изменена, и нам нужно взять массу, если мы с DHB работаем, ее минус вода, она теряется, плюс один водород, ну и, соответственно, масса нашего аналита. То есть, чаще всего наш аналит, если мы говорим о флавоноидах, при DHB, при имиджинге, может оказаться в виде вот такого эдукта. Поэтому при имиджинге есть проблема с интерпретацией спектра. Тем не менее, как вы видите, пользуясь формулой предыдущей, которую мы с вами рассмотрели для кластеров матрицы, мы можем сразу некоторые из пиков, которые здесь обнаружены, убрать из рассмотрения, ну и, соответственно, тем самым упростить спектр, который нам дальше для работы понадобится. Какова последовательность работы с имиджингом на MALDI-массспектрометре? Ну, прежде всего, нам нужно подготовить срез. Это, конечно, часть относится к гистологии. Тем не менее, я попытаюсь к мастер-классу отснять два способа приготовления срезов. Толщина, ну, на самом деле, до 100 микрон можно использовать. Средняя толщина, которую обычно используют, около 20 микрон. Некоторые исследователи используют метод отпечатков, когда используется мембрана, которая может использоваться с масс-спектрометрией MALDI, которая может быть под вакуумом, на которую просто отпечатывается листик или какая-то часть, которая нас интересует, ну и, соответственно, какая-то часть налит туда переходит. Но для MALDI, к сожалению, это наиболее редко встречающийся вариант. Так что в основном это гистологические срезы, специальным образом подготовленные. Так как у нас есть проблема с тем, что массы у нас могут немножечко меняться, в зависимости от того, насколько препарат толще или тоньше, то нам, конечно, нужно, чтобы у нас был некий контроль. Нам хорошо бы иметь калибранта, потому что прибор можно было бы тогда откалибровать, сразу получать уже спектры откалиброванные. Ну и если мы хотим работать с концентрациями, мы говорили, что этот метод полуколичество, нам нужно еще концентрационные стандарты, которые мы сможем на нашем же препарате отснять, примерно представить, какая средняя интенсивность после нормализации для наших стандартов будет, ну и дальше каким-то образом полуколичество надо все пересчитать. Теперь, нам для того, чтобы работать с нашим срезом, было бы неплохо получить его картинку, оптическое изображение. И для того, чтобы мы могли потом эту картинку соотнести с координатами, которые есть в приборе, потому что в приборе тоже пластинка двигается x, y, z, ее, соответственно, можно двигать по двум плоскостям, в некоторых случаях можно еще расстояние менять, на нашем приборе такое, к сожалению, невозможно, то, чтобы выровнять эти две картинки, нам необходимо минимум три точки, которые будут и на изображение, которое мы получили оптическое, и на нашем препарате совпадать. Если наш препарат не имеет каких-то видимых участков, таких хорошо различимых, особенно после покрытия матрицы они будут не очень хорошо видны, мы можем использовать белый маркер, которым можем нанести так называемые опорные точки. И если мы теперь снимем это изображение, скажем, под микроскопом, бинокулярным микроскопом, поставим в наш прибор, то мы сможем эти точки однозначно сопоставить и пересчитывать теперь координаты, в которых работает наш прибор, в вот это положение на нашем препарате. Как быть, если невозможно получить оптический срез именно с этого препарата, невозможно его снять? Ну, во-первых, можно делать срезы серийные и снять второй срез в серии. Понятно, что 20 микронов, если вы делаете, они не будут сильно различаться, ну и, соответственно, можно так работать. Дальше. Мы должны нанести ту самую матрицу. И в зависимости от способа нанесения, в некоторых случаях нам понадобятся дополнительные этапы подготовки. Теперь то, о чем мы говорили. Установив прибор, мы делаем сопоставление точек. Выбираем метод, каким мы хотим работать на этом приборе, то есть в каком диапазоне масс, какая интенсивность лазера нам нужна, потому что если интенсивность лазера слишком маленькая, то сигнал будет маленький. Если интенсивность лазера будет слишком большая, то у нас будет происходить фрагментация в источнике, уширение пиков, ну и, соответственно, потеря разрешения. То есть нам хорошо вручную, прежде чем запускать имиджинг, подобрать мощность лазера, которая будет оптимальна для ионизации наших веществ. Ну, количество точек, которые мы хотим снимать, естественно. Ну и еще, каким именно методом мы будем снимать? Будет ли у нас только MS? Хотим ли мы получить только набор масс? Или мы охотимся за каким-то конкретным соединением? И тогда мы можем поставить прибор, чтобы он сразу же работал в тандемном режиме. Чтобы он сразу же у нас брал какой-то исходный ион и его фрагментировал. Понятно, что на срезе у нас много различных веществ, не только то вещество, которое нас интересует. Большая вероятность, что у нас есть изобарные вещества, вещество с такой же массой, иногда даже с таким же химическим составом. И фрагментация, если мы найдем характеристические фрагменты, которые это вещество отличает от всего остального, позволит нам все-таки это вещество на препарате идентифицировать. И дальше работать уже абсолютно точно с ним. На мастер-классе мы с вами попробуем два метода. Это MS, который позволит нам увидеть все ионизирующиеся с данной матрицы при данных условиях вещества. И мы пытаемся одно из веществ, возьмем коммунсинтациан, снять в режиме тандемном, чтобы мы могли посмотреть распределение именно этого вещества по характеристическим пикам. Дальше мы получаем некие сырые данные с прибора в его формате. Есть программы для конвертации в свободно доступные форматы, типа MZML. И после этого нам нужно произвести уже на компьютере всю дальнейшую обработку. С обработкой мы ее будем более подробно рассматривать, но с самого начала мы уже говорили, что ионизация MALDI, она неколичественная. Нам нужно каким-то образом сделать так, чтобы мы могли для соседних точек, а лучше для всех точек, сравнивать интенсивность. То есть нам нужно нормализоваться. Нам нужно сделать так, чтобы вот эта разница в эффективности ионизации была учтена. После этого мы говорили, что для разных точек препарата массы могут слегка отличаться, которые мы получили, за счет того, что препарат неровный. Где-то выше, где-то ниже. Ну и соответственно у нас прибор времяпролетный. За счет этого может быть, что массы будут меняться. Нам нужно сделать выравнивание, чтобы мы могли теперь для каждой точки препарата, выше и ниже, все равно получить одну и ту же массу. После этого понятно, что хранить очень большой объем данных, когда у нас целые спектры сохранены, и работать с ним не очень удобно. Нам хорошо получить бы только список пиков для каждой нашей точки, ну а в идеале для всего нашего изображения. И понятно, что если у нас будет такая типа экселевской таблички, для каждой точки список пиков и их интенсивности она будет гораздо меньше занимать, чем профильная спектра. И соответственно с такими вот списками пиков, с центроидами уже работать гораздо удобнее. Ну а дальше уже визуализация, как мы хотим представить это в виде картинки, какие массы хотим взять, хотим ли их как-то объединять. Удаление, если нужно, от дуктов, удаление ионов от матрицы. Ну и статистическая обработка, если нас интересует, например, различие двух тканей и различие двух состояний, чтобы можно было посмотреть, какими веществами они различаются. Приготовление криосрезов. Почему крио? Большинство из наших аналитов, они водорастворимы, если мы говорим о растительном материале. И для того, чтобы избежать делокализации, мы можем наш материал заморозить, тем самым еще попутно остановив все биохимические процессы, изготовить на криостатирующем микротоме в таком срезе. И если все это будет оставаться при такой же низкой температуре, то долокализация аналитов у нас не произойдет. Остается вопрос, а как тогда стекло нам вот это вот вынуть из этого прибора, чтобы при повышении температуры долокализация все-таки не размыла аналит. Вы можете оставить это стеклышко в этом криостате на некоторое время, так как срез достаточно тонкий, температура порядка минус 16-18-20 градусов. За несколько часов произойдет сублимация воды. То есть вода из состояния твердого, из-за льда сразу перейдет в газообразное, потому что там очень маленькая влажность, и несмотря на такую температуру, в принципе, сублимация происходит достаточно хорошо. Если нет воды, и вы теперь достаете ваш препарат, ну, единственное, нужно, конечно, избежать на нем конденсации воды. То есть прямо там же, в коробочку, например, какую-то герметичную, его закрыть, то все ваши водорастворимые аналиты окажутся в тех же самых местах, где они были, потому что воды у нас жидкой с вами нет. Однако здесь есть и несколько подвохов. Ну, во-первых, растительная ткань у нас очень сильно различается по твердости. У нас есть достаточно большие проблемы с тем, чтобы резать, например, семена. У нас есть клеточные стенки и так далее. И для резки таких сложных образцов я предложил бы использовать метод Кавамото, который заключается в том, что образец замораживается не просто сам по себе, а в блоке карбоксимецилцеллюлоза 2%. Карбоксимецилцеллюлоза – это то вещество, которое присутствует, например, в геле для УЗИ, когда делают, и оно позволяет при заморозке избежать больших кристаллов льда. То есть здесь можно такой блок достаточно хорошо будет резать. Кроме того, вот этот метод Кавамото, он предполагает изготовление тонких и очень качественных срезов за счет использования пленочки с клеевой основой. Причем эта клеевая основа, она не мешает дальнейшей массе спектрометрии, она не содержит веществ, которые хорошо ионизируются. Вы можете получить срез на пленке, пленку приклеить на держатель или на стекло, если хотите получить оптическое изображение перед тем, как использовать его, и таким образом работать даже с очень сложными образцами, например, с семенами достаточно твердыми, без потери части препаратов, без каких-то сложностей. Что точно нельзя делать? Точно нельзя использовать компаунд, который в гистологии используются практически всегда. Это вот этот Optimal Cutting Temperature Compound, OCT, потому что это поливиниловый спирт с полиэтиленгликолем. В масс-спектрометрии они прекрасно ионизируются, и они будут конкурировать за ионизацию с вашим монолитом. То есть практически все, что вы увидите в масс-спектрометрии, если будете использовать этот OCT-компаунд беленький, у вас будет только он. Поэтому его использовать для масс-спектрометрии точно нельзя. Если же вы не используете вот эти пленочки, не используете меткого мота, то чтобы образцы со стекол не отлипали, нам необходимо сделать определенное покрытие. Лучше всего с масс-спектрометрией совместимо покрытие из полиэлезина. Опять же, на мастер-классе поговорим о том, как такие стекла готовить. И еще один момент важный. Как вы помните, внутри масс-спектрометра у нас вакуум, и у нас есть пластины с высоким напряжением. На самом деле, в нашем масс-спектрометре напряжение подается на держатель, который будет держать наше стекло. Обычное стекло, как вы понимаете, электричество не проводит. И тогда там образуется градиент электрического поля, и вместо того, чтобы получить наш масс-спектр, мы получим, скажем так, некий набор данных. Поэтому нам необходимо, чтобы эти стекла, которые мы устанавливаем, были электропроводные. Для этого можно покупить стекла, которые покрыты так называемым ИТО-покрытием. Это оксид, индия и олова. Оно оптически прозрачно, когда тонкое, так что можем через это стекло увидеть наш препарат, отснять его, скажем, на микроскопе, но оно является электропроводным. Как видите, если на таком стекле померить сопротивление, с одной стороны оно покрыто. То есть прежде чем на такое стекло класть препарат, нужно взять обычный мультиметр, перевести его в режим Омметра, померить, с какой стороны стекла у вас достаточная электропроводность, хотя бы там 200 Ом на сантиметр, и именно на эту сторону стекла наносить наш препарат. Толщина, как мы уже говорили, до 100 микрон, в принципе, можно. Но обычно делается где-то 20-50 микрон для растительной ткани. В итоге, после этого блока мы с вами получили стекло, на котором закреплен наш препарат. Стекло электропроводное. И нам необходимо дальше нанести на него опорные точки маркером, чтобы мы могли потом выровнять, и дальше нанести матрицу. Каким образом наносится матрица? И в чем идея ее нанесения? Дело в том, что мы должны не просто нанести вот это вещество, пускай это будет ДХБ или альфациановая матрица, или еще что-то, а мы должны сделать так, чтобы она сокристаллизовалась, то есть перемешалась с нашим аналитом. То есть нам эту матрицу желательно наносить в каком-то растворителе, в котором будет растворяться и она, и интересующие нас аналиты. Только в этом случае мы получим хороший спектр. Первоначально нанесение осуществлялось роботом, который делал небольшие капельки. Но на самом деле иногда делалось даже вручную. В принципе, если у вас нет специального устройства, вы можете попробовать еще маленькие капельки нанести сами. А какие здесь ограничения? То есть у нас есть некая ткань. Вот мы нанесли на нее, как видите, громадные капли. Это пускай у нас будет 50 микрон. Ну, а это получилось 500 микрон, скажем, полмиллиметра. Минусы. У нас получаются очень большие кристаллы. Мы помним, что вот это вот расстояние – это разрешение по массам, которое у нас будет хуже. И, по сути дела, все, что в этой капле есть за счет латеральной диффузии, будет перемешиваться. То есть мы с вами получим для каждой этой капли некий усредненный спектр для вот этого диаметра в 500 микрон. Но, с другой стороны, интенсивность и качество спектра будут очень хорошие, потому что у нас вещество действительно хорошо перемешалось, у нас оно хорошо закристаллизовалось, и, в принципе, ну, как бы качество самих спектов-то будет высокое. Но разрешение, как вы видите, очень низкое. Следующий подход, который был исторический, который до сих пор используется – это нанесение спреем. Изначально использовали аэрокисти, которые продаются в магазине для художников. Но проблема с таким нанесением – то, что очень сложно добиться повторяемости. Ведь если мы слишком много жидкости нанесем в наш препарат, у нас произойдет очень много латеральной диффузии. Если очень мало, то это тоже плохо для ионизации. И нам необходимо каким-то образом сделать так, чтобы у нас наш аналит хорошо перемешался с нашей матрицей, но при этом не произошло латеральной диффузии. Добиться это можно тем, что вот такое напыление производить в нескольких этапах. Предположим, опять у нас есть некая наша ткань. Опять наши 50, предположим, микрон. И дальше мы наносим очень маленькие капельки, которые очень быстро высыхают. Понятно, что в составе этих капелек дальше наши аналиты, наши матрицы сокристаллизуются. Мы даем им возможность высохнуть. И наносим следующий раунд таких же капелек. Которые опять сокристаллизуются с нашей матрицей. То есть, в принципе, за счет этого мы уменьшаем расстояние, на которое возможна латеральная диффузия. В каждый момент времени у нас только маленькая капелька, и только внутри нее наш аналит может диффундировать. Ну и, соответственно, после добавления многих слоев, более подробно мы на мастер-классе поговорим о проблемах с этим подходом, мы получим с вами достаточно крупные кристаллы, их будет достаточно много, ну и, в общем-то, некую делокализацию нашего аналита до где-нибудь там 50-60 микрометров. Опять же, диаметр наших капелек это определяет. Интенсивность и качество спектров при такой пробподготовке будут достаточно хорошие, но сразу же понятно, что лазерный луч мы можем сфокусировать в гораздо более маленькую точку. Не знаю, 5, например, микрон. А потеря разрешения у нас получается именно на этапе пробподготовки. Поэтому следующий вариант нанесения матрицы, который у нас есть, это так называемая сублимация матрицы. Мы уже говорили, что плохо, что матрица в вакууме может сублимироваться, но обычно мы подбираем такие вещества, которые начинают свою сублимацию при достаточно высокой температуре, 200-210 градусов. И, в принципе, если мы создадим установку, где у нас будет наш препарат, и он будет, скажем, при комнатной температуре, или даже охлаждаться, и внизу под ним у нас будет, скажем, какая-нибудь ванночка с нашей матрицей, догревающаяся до тех самых 210-ти заветных градусов или выше, то матрица, так как у нас в вакууме нет кислорода, окислиться она не может, начнет сублимировать и осаждаться на более холодных поверхностях, на самой колбе, в которой все будет происходить, ну и, соответственно, на нашем препарате. Сублимация происходит с осаждением на очень маленькие кристальчики, поэтому, в принципе, разрешение у нас здесь не страдает, плюс, до локализации никакой изначально нет, потому что осаждение происходит прямо на наш препарат. Но возникает проблема. Если мы теперь вот на такую сублимационно осажденную матрицу попробуем посветить нашим лазерам, то у нас прекрасно произойдет десорбция, ионизация нашей матрицы. Но аналит находится под ней, и поэтому качество спектров будет очень низкое. Что придумали? На самом деле мы можем сделать рекристаллизацию этой матрицы. Например, если работаем с липидами, то можем поместить такой препарат, который был получен сублимацией, в баночку, где есть насыщенные пары изопропанола. Изопропанол растворяет и липиды, и будет растворять любую из матриц, которые мы используем для работы с липидами, достаточно хорошо. Но так как это пары, а не жидкость, то будут образовываться микрокапельки, которые не приведут к значительной латеральной диффузии. И в итоге мы можем получить... Есть разные статьи, разные данные, ну где-то от 5 до 20 микрон до локализации. И после использования рекристаллизации мы получим достаточно хороший спектр с прекрасным разрешением. Однако для больших молекул, для пептидов, тем более для таких макромолекул, как белки, на самом деле сублимация не очень хорошо работает, потому что они не успевают перемешаться с матрицей. Существуют как специальные коммерчески доступные аппараты, для того, чтобы это делать, достаточно дорогие, так и возможность, в принципе, проведения вот этого сублимационного покрытия из достаточно простых, подручных материалов. Стоимость всех материалов, за исключением вакуумной помпы, ну где-нибудь в районе 2-3 тысяч евро. То есть, в принципе, это достаточно подъемно. Ссылаюсь вот на эту статью, где более подробно рассмотрено изготовление такой самодельной установки. И показаны микроскопические фотографии кристаллов, которые образуются при нанесении прибором ImagePripe, который мы будем на практике с вами рассматривать, и при помощи вот такого самодельного прибора. Как видите, действительно, кристаллы получаются мельче, ну и, соответственно, разрешение по XY получается выше. Имеются вот такие уже готовые приборы, которые продаются отдельно, но, правда, достаточно дорого стоят. Но в последнее время появляется еще один метод нанесения матрицы. Все новое, это хорошо забытое, старое. Это нанесение матрицы при помощи микроспрея. Идея все та же самая. Маленькие капельки, но появляется возможность сделать эти капли еще меньше. Использовать для их изготовления, распыления, немножечко другой подход, известный вам из электроспрей ионизации. И за счет того, что капли очень небольшие, в принципе, диаметр, то сококристаллизация происходит очень быстро, они очень быстро испаряются, их можно наносить слой за слоем достаточно много. И мы получаем, в принципе, немножко худшее разрешение, чем при сублимации, но гораздо большую интенсивность и гораздо более высокое, конечно, качество спектров. И большой плюс, что кроме крайне дорогостоящих коммерческих машинок для напыления, есть много статей, которые рассматривают создание таких машинок для напыления из подручных средств. По сути дела, вам нужны всего лишь две вещи. Вам нужен работающий электроспрей-источник, который будет как раз-таки генерировать эти маленькие капельки. И любое устройство для перемещения по XY. Это может быть 3D-принтер, это может быть CNC-станочек какой-нибудь китайский недорогой. И после этого вам останется только подобрать параметр, потому что так как машина будет полностью создана вами, то, к сожалению, никто точно подсказать вам, какие параметры вам нужны, не сможет. Но из общих идей, которые здесь есть, потому что мы сейчас тоже пытаемся сделать такую систему у себя, понятно, что давление газа будет влиять на размер капелек. Чем оно будет больше, тем, соответственно, капельки будут меньше. Но зато площадь, на которой это рассеивается, тоже будет меньше. Напряжение. Чем оно будет выше, тем больше будет, соответственно, рассеивание в разные стороны. Скорость потока. Здесь не все так однозначно. Если она будет слишком маленькой, то у вас будет высыхать все еще до того, как до препарата попадет. И поэтому не будет не очень хорошее качество спектров. Если слишком много, будут слишком большие капли. Ну и дальше останется еще скорость перемещения и количество проходов. Посмотреть. Надеюсь, что в следующем году мы сможем показать, чего мы смогли достигнуть в этом подходе. Хорошо. Значит, мы с вами напылили матрицу наш препарат. Мы отработали метод для получения спектров. Решили в тандемном режиме работаем или в прямом. Подобрали мощность лазера. Подобрали количество точек, которые мы хотим сканировать. И получили некий набор данных. Первое, что нам понадобится для обработки, это нормализация. Как мы уже говорили, для каждой точки, даже для соседней, интенсивность будет сильно различаться. Мы будем с вами работать с таким пакетом. Называется он кардинал. Он свободно доступный. Он может работать с .emzml файлами. То есть это, опять же, открытый формат. И большинство новых приборов, что у фирмы Bruecker, что у фирмы Shimazoo, способны сохранять в этом формате напрямую данные. У нас, в принципе, прибор старый, поэтому на мастер-классе я покажу еще, каким образом мы можем сконвертировать файлы со старого прибора в этот открытый формат. Итак, у нас есть, предположим, несколько точек одного препарата. Как видите, спектры похожи, что ожидаемо. Но мы можем увидеть, что интенсивность этих спектров очень сильно различается. И нам нужно каким-то образом здесь привести эту интенсивность к какому-то среднему значению. Если у нас в матрицу, например, добавлено какое-то вещество, какой-то внутренний стандарт или на препарат добавлено, или мы знаем, что какое-то вещество в препарате всегда встречается в более-менее одинаковой концентрации, мы можем посчитать интенсивность именно этого пика и отнормализоваться с этой интенсивностью, чтобы эта интенсивность во всех точках была у нас одинаковая. Если же у нас такого пика нет, а это наиболее частый вариант, мы можем за аксиом принять, что полный ионный ток, то есть сумма всех ионов на всех mz, которые мы получаем, она у нас константа. И тогда теперь мы можем для каждого спектра, для каждой точки, точно так же сложить, получить полный ионный ток для всех mz и посмотреть, насколько нам нужно домножить, чтобы он был равен тому же, что, например, для первой точки, для второй точки, для третьей точки. И после этого у нас получится нормализация. Это так называемая нормализация по полному ионному току. Она наиболее количественно позволяет нам работать. Есть другие способы нормализации по некому окну, по одной массе, о которой мы говорили и так далее, но мы их рассматривать с вами не будем, так как они реже используются. В чем заключается необходимость дальнейшей обработки? Дело в том, что наш сигнал, здесь он черным изображен, состоит на самом деле из как минимум трех компонентов. Первый компонент – это действительно сигнал от нашего аналита. У нас есть некая масса, у нас есть распределение за счет того, что прибор разрешения конечное по массам. Но кроме этого, у нас есть шум. Это может быть и химический шум, наличие элементов, соединений которых очень мало, это может быть электронный шум, все что угодно, которое нужно учесть, потому что если наш сигнал сопоставим шумом, мы его задетектировать нормально не сможем. И изменения по времени некой базовой линии. Понятно, что разные вещества при воздействии одной и той же энергии лазера будут более или менее устойчивы, некоторые начнут фрагментироваться прямо в источнике, ну и, соответственно, шанс такой фрагментации для разных веществ разных масс различается. И получится, что вот этот вот шум, который у нас есть, да, его базовая линия, она может меняться, например, расти в сторону больших масс, потому что там гораздо больше шансов из разных молекул получить какую-то массу путем различной фрагментации. Дальше мы теперь должны эти компоненты с вами разобрать. То есть у нас есть наш сигнал, который все эти три компонента содержит. И нам нужно теперь его упростить. Первое, что мы можем сделать, для того, чтобы убрать вот такой шум или что-то, что точно не может быть правдой, например, у нас вот в отдельных местах шум вот такого вида. Понятно, что разрешение нашего прибора, оно вот такое. И у нас не может оказаться вот таких вот отдельных пиков. Мы можем использовать сглаживание, которое на определенном участке возьмет медианное значение. За счет этого мы с вами получим более гладкий пик. Естественно, чуть-чуть меньше интенсивности. Сглаживания есть разные. Мы с вами посмотрим в следующем слайде. И следующее. Для того, чтобы мы теперь могли вычислить, сколько у нас площади под пиком, если мы бы так делали, то понятно, что здесь была бы ошибка. Нам нужно использовать некую базовую линию. И тогда мы сможем получить площадь под этим пиком. Ну и, соответственно, узнать, сколько у нас полуколичества этого аналита с вами было. В биокондукторе как раз в пакете кардинал есть возможность использования различных вариантов сглаживания. Ну и, что я хочу обратить внимание, здесь, наверное, не очень хорошо видно, вот черным цветом высота пика этого и серым цветом исходное. Как видите, разные сглаживания дают вам разное уменьшение пика. И поэтому, конечно, советский голай это метод наиболее хорошо используемого изглаживания, который позволяет сохранить вам более-менее высоту исходного пика при сглаживании вот этого шума. Следующее, что у нас, это способ коррекции базовой линии. Есть несколько вариантов. В принципе, я бы рекомендовал использовать локальный минимум. Почему? Потому что эта линия не обязательно полностью линейная. Посмотрите, здесь, например, если мы будем сравнивать, мы получили некую ошибку. Здесь у нас все более-менее хорошо получилось. Следующее. Мы с вами говорили, что так как у нас препарат по высоте может немножко различаться, то если мы получаем теперь информацию с какой-то высокой части препарата и с низкой части препарата, вот это вот расстояние, пускай оно там, не знаю, 10 микрон, в итоге будет указывать, с какого расстояния у нас начнется старт наших ионов. И вот это даст нам некий разброс по массам, потому что время, через которое наши ионы достигнут детектора, даже если они на одной и той же массе, за счет того, что они начали с разных позиций, будет различаться. Чтобы это можно было избежать, мы можем использовать в этой же программе выравнивание масс, когда ищутся пики, сдается некоторый диапазон, при котором эти пики мы считаем за 1, и дальше они объединяются. Верхняя картинка – это исходные данные, нижняя картинка – это то, что у нас получилось после выравнивания масс. Согласитесь, так работать дальше нам будет удобнее, потому что если мы это выравнивание не сделаем, то выбрав на получившемся у нас изоляционном изображении какую-то массу, в какой-то части она у нас немножко будет, например, уменьшена или увеличена, мы увидим не только ее, но и влияние толщины препарата. Если же мы проведем такую обработку, то вот у нас одна и та же наша масса, представленная, правда, двумя пиками в разных точках, теперь представляет из себя один пик. И мы можем с ней нормально работать. После этого нам нужно разбираться с самим спектром. И здесь мы можем посмотреть, что у нас с калибровкой, насколько точно мы с вами получаем ее. Мы можем произвести дезапитизацию, потому что, как вы помните, у нас есть еще тяжелый изотоп нашего углерода. Мы можем здесь отфильтровать, например, значения, которые очень редко встречаются и, скорее всего, являются шумом. Ну и мы можем совершенно по-разному представить нашу картинку. Кроме этого, то, что мы не будем рассматривать на мастер-классе, но я должен упомянуть, это возможность классификации тканей. Так как у нас есть разница в спектрах для разных частей ткани, то мы можем использовать статические подходы, например, метод главных компонент или какие-то другие способы, которые дадут нам возможность сравнить, насколько похожи наборы наших спектров. Ну и дальше можно использовать для построения изображения именно вот эти кластеры, чтобы произвести классификацию ткани на различные участки. В принципе, конечно, это можно сделать вручную, но понятно, что это будет очень долго и не точно. Поэтому в этом же пакете кардинал есть возможности для обработки таким способом. Ну и подходим мы сейчас с вами к вопросу о том, что же нам лучше использовать, скрининговое или целевое исследование. И если мы вначале делаем скрининговое исследование, как дальше перейти к целевому, как потом все-таки можно было бы доказать, что это именно то вещество, которое мы изучаем, а не просто некий пик. Мы с вами рассматривали на предыдущей лекции процессы фрагментации, процессы тандемной масс-спектрометрии. И во многих случаях для нашей молекулы интереса, которую мы, скажем, подразумеваем, что она может быть из скрининговых данных, мы можем найти некие массы, которые для фрагментации этой молекулы могут быть уникальными. Ну, к примеру, у нас есть такой липид. Предположим, что у него есть первый характерический ион. Это принадлежность его к этому классу липидов. Но нас интересует именно этот липид, именно с этим количеством двойных связей, именно с такой длиной остатков жирных кислот. И тогда нам придется взять еще вот эти два дополнительных пика, которые будут подтверждать. Ведь, в принципе, если у нас есть исходная масса, мы ее точно знаем. Если у нас есть теперь массы наших остатков жирных кислот одной и второй, если у нас есть масса принадлежности к этой группе липидов, то этой информации достаточно, чтобы мы могли предполагать с высокой долей вероятности, что то, что мы с вами обнаружили, это именно это вещество. То есть, для подтверждения нам необходимо теперь снять наш препарат с установкой массы, которую мы хотим использовать в качестве родительской массы, и делать имиджинг уже фрагментов. И дальше при обработке оставить на изображениях только те точки, где встречаются первый, второй, третий. Ну и, соответственно, если у нас материнский фрагмент достаточно хорошо встречается, можно его еще взять. За счет этого мы сможем с вами получить изображение конкретного вещества. Какие есть перспективы развития у нашей визуализации? Ну, одна проблема, которая с самого начала преследует этот метод, это стандартизация нанесения матрицы, потому что, в зависимости от того, насколько она хорошо нанесена, мы будем получать более-менее повторяющиеся или менее повторяющиеся данные. И поэтому, конечно, если вы планируете работать с этим методом, то первое, что нужно отработать, первое, с чем нужно разобраться, это то, каким из перечисленных способов вы будете матрицу наносить, подобрать параметры и больше их не менять для всех ваших исследований, оставить их такими же, чтобы можно было сравнивать. Второе, что здесь в виде развития есть. Мы с вами говорили, что у нас есть досадная неприятность в случае приборов первого поколения, что толщина препарата будет влиять на ошибку определения массы. И новые приборы в своем составе перед тем, как иметь первый массоанализатор, перед тем, как иметь коллизионную ячейку и второй массоанализатор, могут иметь ионную ловушку, в которой будут накапливаться все ионы, которые были получены при ионизации какой-то точки на препарате. Несмотря на то, что эти ионы пришли с немножко разных начальных стартовых позиций, они окажутся в вашей ионной ловушке сфокусированными. И в дальнейшем стартовая позиция у всех их одинаковая, и соответственно, этой досадной проблемы у нас уже не будет. еще одна сложность. Дело в том, что для МАЛДИ не все аналиты могут быть хорошо ионизированы. Пример таких аналитов это, например, нейтральные липиды, как такая классическая проблема. И для этого можно использовать другие варианты ионизации, либо можно использовать то, что сейчас называется МАЛДИ-2. Это добавок еще один лазер, который вызывает фото ионизацию даже ваших нейтральных заряженных молекул, что позволяет их увидеть. Ну и вот пример, который я здесь хотел показать. Холестерол, как классически, то, что является очень большой проблемой для холестерин, то, что является большой проблемой для визуализации. Но в случае вот такой вот ионизации двойной, когда у вас вначале только десорбция происходит за счет МАЛДИ, и в дальнейшем вы используете фото ионизацию лазером дополнительным, вы можете получить вот такой вот аддукт холестерин минус вода плюс протон с положительным зарядом, который он использует дальше для работы. Ну и последнее, на что сейчас возлагаются надежды именно для визуализации. Проблема в том, что у нас может быть большое количество веществ с одной и той же МЗ. И дальше нам их хорошо было бы иметь возможность различать, потому что мы не можем с вами взять просто из препарата какие-то вещества удалить, сделать хроматографию всего препарата. Мы тогда потеряем с вами пространственное разрешение. Но вот эта ионная ловушка, которая здесь установлена, может играть роль дополнительного средства разделения при помощи ионной мобильности, то есть форма молекулы, насколько хорошо она будет задерживаться, например, потоком газа. И понятно, что здесь можем разделить и изомеры, и разные вещества с близкими массами, и одно и многозарядные вещества. То есть, например, для метаболомики нас будут интересовать в основном только однозарядные, что будет упрощать спектр. И, как видите, мы можем выбрать здесь не только по MZ, но и по ионной мобильности, что позволит нам даже на сложном препарате без очистки иметь возможность детектировать гораздо большее количество различных веществ. Ну и за счет этого получать те различия, которые на обычном аппарате были бы не видны. Что еще может быть визуализировано? Какие еще есть методы визуализации при помощи масс-спектрометрии? Ну, мы уже говорили о том, что для ионизации различных молекул подходят лучше всего различные методы, и МАЛДИ в этом отношении занимает примерно вот эту часть. То есть, он не подходит для полностью ионных соединений, он не подходит полностью для неполярных соединений, хотя мы говорили с МАЛДИ 2, можно было продлить часть вот сюда. Он не подходит для соединений с молекулярной массой сильно меньше там 100. У нас есть матрица, она будет еще мешать к тому же. Ну и в принципе для имиджинга наверное тоже есть некий верхний предел. если же мы с вами отходим от МАЛДИ который мы можем увидеть аликосахариды липиды пептиды белки малые молекулы то есть другие методы которые тоже можно использовать с визуализацией и давайте посмотрим какие методы у нас существуют конечно не имеет прямого отношения к метаболомике но в некоторых случаях нас может интересовать накопление различных элементов внутри какой-то биологической структуры листа корня проростка и так далее и это тоже можно делать используя другой способ ионизации причем это можно делать с очень высоким разрешением практически под микроскопом мы можем подавать на наш препарат через объектив микроскопа сфокусированный пучок пускай будет даже ультрафиолетовый или инфракрасный лазер который будет испарять часть препарата а дальше мы будем подвергать его очень жесткой ионизации в плазме это так называемый метод индукционно связанной плазмы который будет разрушать наше соединение до отдельных элементов и масс-спектрометр позволит нам по сути дела оценивать элементный состав ну включая к тому же еще и изотопы и мы можем получить картинки нашего образца где интенсивность зависит от концентрации ну например тяжелых металлов еще один способ визуализации которым я должен упомянуть это так называемая дези визуализация или визуализация в режиме десерпционного электроспрея которая позволяет использовать препарат вообще без какой-либо проподготовки на обычном стекле то есть если у нас есть обычное стекло не электропроводное ничего есть обычный срез то мы можем подавать на него наноэлектроспрей очень маленькие капельки нашего растворителя и в некоторых случаях в зависимости от наклона в зависимости от потока который здесь дается и так далее мы будем получать некоторое количество вот этих капелек за счет того что они заряжены обратно отскакивающие от этого препарата но правда обменявшиеся с ним некоторым количеством растворителя и этот растворитель после того как он контактировал с препаратом будет нести в себе точно так же и вещества с этого препарата дальше будет происходить естественно колоновское отталкивание естественно мы будем получать с вами отдельные ионы ну и можем использовать их для обычного нашего массспектрометра то есть некий гибрид электроспрея и визуализация к сожалению метод еще только так разрабатывается нельзя сказать что он хорошо стандартизован в некоторых случаях получаются очень хорошие результаты в некоторых случаях не очень но первый плюс этого метода очевидный что можем работать с летучими соединениями здесь нет вакуума если нас интересуют какие-то соединения которые очень быстро испаряются проблема никакой второй плюс нам не нужен никакой проб подготовки по сути дела нам нужно только изготовить срез и более того мы можем использовать этот метод и для органов растения целиком например листа без какой-то проб подготовки если это необходимо пример публикаций которые получены таким методом как видите здесь лист целиком либо если мы говорим о летучих соединениях можно использовать метод печатков когда вы зажимаете ваш образец между двумя слоями пористого фторопласта летучие соединения остаются на фторопласте и вы используете уже фторопластовую мембрану для получения изображений конечно же в этом кратком обзоре методов масс-спектрометрической визуализации мы не рассматриваем другие интересные методы такие как метод атмосферного MALDI при атмосферном давлении такой как MALDEIS но это уже весьма специфические методы для определенных применений конечно на мой взгляд сейчас наиболее часто используем остается MALDE визуализация ну и определенная популярность все больше набирает дези ионизация представленная здесь на этом наши вводные лекции к мастер-классу завершены я жду вас 9 августа в 11 часов по ссылке которая будет в электронной по электронной почте разослана всем зарегистрируемся коллегам спасибо за внимание до встречи на мастер-классе до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...